МФЦ не принимает посетителей, а в детских садах открыты лишь дежурные группы. В Подмосковье вместе со всей страной проходит период нерабочих дней. Работы в сфере городского хозяйства и ЖКХ хватает всегда. В Красноармейске проводится ремонт подъездов жилых домов. А теперь об этих и других новостях более подробно вы смотрите «Новости Красноармейска» в студии Юлия Репина. Здравствуйте! Даже в условиях нерабочей недели, объявленной президентом России, работа некоторых организаций и предприятий не прекращается. Именно поэтому в детских садах начали работу дежурные группы. Подробности далее. На первый взгляд может показаться, что сады города Красноармейска опустили и прекратили свою работу. Но это не так. Сегодня первый день, когда сады перешли на работу в режиме дежурных групп. В соответствии с законодательством дежурные группы организованы для детей, чьи родители работают в структурах и организациях, обеспечивающих жизнедеятельность общества. Родителям, не входящим в этот список, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях. В детском саду «Белочка» собраны две группы. Для того, чтобы соблюсти санэпидемиологические требования и развести потоки родителей, в каждую группу свой отдельный вход. Прием воспитанников сопровождается измерением температуры, соблюдается жесткий утренний фильтр, когда родители расписываются о том, что ребенок полностью здоров, а также масочный режим. До 26 числа все воспитатели групп провели мониторинг потребностей в дежурных группах. Всю информацию мы оперативно передавали в управление образования городского округа Пушкинский. На текущий момент по приказу созданы две дежурные группы. Они сформированы по возрастному принципу. То есть одна группа для детей младшего и среднего возраста, вторая группа для детей с 4 до 6 лет. На текущий момент в данных группах заняты 4 воспитателя и 2 младших воспитателя, которые полностью прошли полный курс вакцинации. Для недопущения распространения коронавирусной инфекции помещения обеих групп регулярно проходят дезинфекцию и обеспечены рецикуляторами. Все ковровые покрытия заменены на современные пластиковые, удобные в обработке. В дежурных группах в данный момент у нас организовано полностью присмотр и уход, как в обычное время. Соблюдается полностью установленный режим дня. Это сон, питание, прогулка. И также мы проводим непосредственную образовательную деятельность в соответствии с возрастом. А это значит, что все творческие занятия по лепке, аппликации, рисованию, конструированию пройдут в обязательном порядке по расписанию. С 4 по 7 у нас по календарному плану должны были быть выходные, которые связаны с Днем Народного Единства. В эти именно дни будет детский сад работать или воспитатели тоже и сотрудники садов отдохнут? Хороший вопрос. Действительно, мы за этот период, с 28 по 7 число, мы работаем только в режиме рабочих дней. С 4 по 7 число это государственный праздник и утвержденный в бухгалтерском календаре как отдых для всех. И, соответственно, и наши воспитатели могут со своими семьями с 4 по 7 побыть дома. Первый опыт открытия дежурной группы явился у детских садов в марте 2020 года. Сотрудники отмечают, что в этот раз, опираясь на законодательство и уже приобретенные знания, решить задачи, связанные с переходом к такому режиму работы, получился оперативно и продуктивно. Многодетные семьи теперь могут пользоваться электронными удостоверениями. Подробнее об этом расскажет начальник соцзащиты Красноармейская Оксана Цыпленкова. Удостоверения сейчас у нас в электронном виде, электронные. И вот 17 сентября всем многодетным в личный кабинет портала Госуслуг поступило электронное удостоверение. Но это не отменяет бумажные. То есть, если многодетная семья хочет иметь и бумажные варианты удостоверения, пожалуйста, мы выдаем и бумажные варианты. В городе проводятся работы по опиловке деревьев и кустарников. Более подробно об этом расскажем в нашем сюжете. На прошлой неделе рабочие МБУ городского хозяйства приступили к кронированию ЛИП вдоль проспекта Испытателей в районе лесного массива Кнеима. На этом же участке вдоль железной дороги проводился окос травы. В планах МБУ расчистить от зарослей всю аллею до поворота на автостанцию. Город в задумке очень красивый. Просто немножко нужно подкорректировать, где-то кронировать деревья, где-то открыть тротуары. Во-первых, и для людей, чтобы здесь ходили безопасно. И, во-вторых, для техники, которая чистит тротуары и так далее и тому подобное. На данный момент по этой улице мы кронируем деревья, открываем, поднимаем кроны деревьев, чтобы, по крайней мере, просматривался тротуар из дороги. И также опиливаем, не опиливаем, а осень засохшую траву, чтобы вид в городе был красивый. Денис, расскажите, сколько сейчас на этом объекте работает людей? На данный момент у нас два косильщика, то есть косаря, которые занимаются покосом травы. И два человека, которые опиливают деревья, кронируют деревья и дробят сразу на месте. И один тракторист, который контролирует работу техники. В течение какого времени вы поделите деревьевшие работы на этом объекте? Ну, я надеюсь, если техника нас не подведет, то я думаю, в течение недели мы, по крайней мере, по этой улице порядок наведем. Ну, может, чуть больше. Аллея вдоль лесного массива Книима – не единственный участок в городе, где проводятся работы по кронированию деревьев. На многих улицах, скажем, улица Свердлова была произведена, пиловка, открытие фонарных толбов и открытие тротуаров. То есть, ну, такая глобальная работа была произведена. Потом проспекты испытателей, дом 25 и дом 27. То есть, было произведено полное кронирование, а также открывали стволы, так как люди у нас просят более-более света в дома. После того, как кронирование будет завершено, рабочие МБУ городское хозяйство уберут порубочные остатки и опавшую листву. Ходить под светлой чистой аллеей будет безопасно. Очный прием граждан в МФЦ «Мои документы» остановлен. Тем не менее, большинство услуг граждане могут получить в электронном виде. МФЦ будет оказывать услуги только по захоронению. Захоронение, смерть и рождение. Те услуги ЗАГСа, которые являются первоочередными. Все, что касается остальных иных услуг, МФЦ будет закрыто для этих услуг с 28 по 7 число. Могут ли эти услуги жители получить онлайн? И как это сделать? Могут. С домашних компьютеров, пожалуйста, самостоятельно через порталы госуслуг, через те же, через Мосреги. Все то же самое. С домашнего компьютера, пожалуйста, все это делается. Также на прием они могут записаться и в отделы миграции. То есть эти отделы, те, которые не закрываются на момент пандемии. То, что касается рождения и смерти, это те услуги, которые мы будем оказывать. Здесь будут находиться специалисты, которые будут этим заниматься. Но по практике вам хочу сказать, что за свидетельствами о рождении к нам не обращаются. То есть первоочередное свидетельство о рождении выдает сейчас, как правило, роддом. Потому что там сидят специально обученные люди. Здесь будут все время находиться сотрудники. То есть никуда мы не деваемся. В частности, мы все равно на рабочих местах все. И сотрудники осуществляют прием именно по данной услуге. Но двери МФЦ все-таки будут закрыты? Двери МФЦ будут закрыты. Первая дверь будет закрыта. Вторая дверь в МФЦ будет открыта. То есть будет стоять человек у двери и будет спрашивать, какая услуга ему нужна. Ломиться, бегать по всему МФЦ не придется. То есть здесь будет все. Человек будет встречать, человека будут сажать за окно. Также будет оказана услуга, и человек будет, соответственно, обслужен. В Красноармейске проводится ремонт в подъездах многоквартирных домов. На каком этапе сейчас находятся работы, расскажем в нашем сюжете. Сколько в этом году вам удалось отремонтировать подъездов в городе? Работала в этом году программа «Мой подъезд», по которой управляющая компания должна была сделать 24 подъезда. На сегодняшний момент у нас сделано более 17 подъездов, сданы и приняты. Документы переданы уже в администрацию для софинансирования данной программы. На второе число запланирована сдача еще 6 подъездов по данной программе, которая сейчас завершается, и мы с вами пройдем, осмотрим, как идут ход работы. Как жители города Красноармейска могут попасть в эту программу? Что им нужно для этого сделать? Как минимум обратиться в управляющую компанию, провести общее собрание для решения вопроса по софинансированию данной программы. Потому что данная программа подразумевает собой софинансирование из трех видов источников. Это правительство Московской области, администрация, управляющая компания, виноват в четырех, и софинансирование жителей. Там в процентном соотношении 1% от жителей должен поступать в общую, скажем так, эту программу, чтобы принять там участие. 1% от жителей, они делают этот взнос наличными или появляется статья в платежке где-то. Как это организовывается? Как они делают этот взнос? Данный взнос организуется первое. Проводится общее собрание собственников, принимается данное решение. Дальше в квитанции появляется строчка о едином данном взносе. Приблизительно. Это какая сумма, чтобы люди не пугались? Ну, я вам так скажу, мы не можем определить эту сумму в связи с тем, что подъезды разные, благоустройство вид разный, соответственно, софинансирование везде разное. Но в целом она посильна? Посильна, да. Но опять же, мы говорим о том, что жители принимают участие, либо не принимают. Даже если жители не приняли такого участия, не приняли данное участие в программе, соответственно, данные расходы берет на себя управляющая компания, которая согласовывается с министерством правительства Московской области и администрацией Пушкинского городского округа. После этого данные адреса попадают в программу, перечень, и производится уже ремонтно-восстановительная работа по отъезде. Жители нашего города замечают то, что в подъездах стали появляться пластиковые окна. Пластиковые окна входят в программу «Мой подъезд» или это можно еще провести такой ремонт в текущем ремонте, провести такие работы? Нет, есть отличия. По программе «Мой подъезд» окна предусмотрены программой, они софинансируются, в связи с этим они устанавливаются. Второй этап, когда можно получить окна в многоквартирном жилом доме, это капитальный ремонт. В данную программу входит именно установка окон, ремонт фасада. В текущем ремонте окна, замена окон не предусмотрена. Предусмотрен частичный ремонт данных окон, восстановление рамы, остекление, покраска и, скажем, функционалы в виде закрытия и открытия данного окна. Под замену они не подлежат. Чтобы провести текущий ремонт в подъезде, какие жители должны предпринять шаги? Тоже через собрание жильцов дома? Или это как-то проще? Нет, еще раз повторюсь, у нас граждане обращаются к нам письменно с заявлениями о том, что просят произвести осмотр данного подъезда и в дальнейшем произвести ремонт. В связи с этим выходит сотрудник управляющей компании, производит осмотр, составляется акт и дальше принимается решение, на какой этап, на какой период данный подъезд войдет в текущий ремонт подъезда. По законодательству текущий ремонт может проводиться в подъезде один раз в 3-5 лет, но стоит отметить, что бережное отношение жителей к общей собственности продлевает жизнь уже имеющегося ремонта. Мы с вами сейчас на адресе Комсомольская, 9, где проходит текущий ремонт подъезда, без программы «Мой подъезд». Мы сейчас с вами пройдем, посмотрим, покажу некоторые отличия, которые у нас с собой подразумеваются между программой и текущим обычным ремонтом. Кстати, хотелось бы сказать, что на данном адресе запланированы все три подъезда на текущий ремонт, без программы «Мой подъезд» – это первое. Второе, что после капитального ремонта мы проводим работы, окна были заменены по программе капитального ремонта. Ну, в стадии фасад сейчас, в стадии сдачи, подготовки документов для комиссионного приемки данного дома. Ну, пройдемте, покажу. Да, пойдемте. Как вы видите, в данном подъезде, в данный момент, да, вот дверь входная, если мы там с вами наблюдали, установлена пластиковая дверь, то, как я и говорил, мы производим только ремонт и восстановление. Данная дверь была демонтирована, восстановлена, идет покраска. Соответственно, будет установлена пружина и тепловой контур, соответственно, будет закрыт. То, что подразумевает у нас с собой обязанность управляющей компании. Доска информационная, соответственно, будет заменена. По текущему ремонту в данном подъезде изменяется плитка на первом этаже. В принципе, это совпадает, что с программой «Мой подъезд», что с текущим ремонтом. Когда плитка приходит в негодность больше, наверное, 60%, ее проще заменить, чем либо восстанавливать стяжкой, либо докладывать какую-то другую плитку. Дальше мы с вами также можем посмотреть, что в подъездах производится такая же работа, как и в программе «Мой подъезд» по уборке слаботочных кабельных сетей к линии. Мы с интернет-провайдером пытаемся, в какие-то моменты получается, в какие-то нет, но в основном получается работать совместно по укладке данных кабельных линий. Много нюансов юридических, технических, рассказывать о них не буду, но пытаемся с руководством решать данные вопросы с каждым подъездом индивидуально, скажем так. По программе капитального ремонта были здесь заменены окна. В соответствии дальше, после замены капитального ремонта окон, мы производим уже ремонт подъезда, чтобы в дальнейшем, скажем, не производить какие-либо черновые работы, чтобы было людям эстетично, красиво и, скажем, радовало глаз. Цвет подъезда, стен, цвет стен подъезда жители могут выбрать или это все-таки на ваше усмотрение? Могут, у нас в программе «Мой подъезд» был такой прецедент, это Ленина 5. В подъезде люди не захотели, скажем, тот цвет, который был, захотели розовый. В принципе, здесь никаких проблем нет, выбор цвета, потому что краска применяется водоэмульсионная, она вся, дальше производит колористическому паспорту, производится цвет, тот, который необходим. Поэтому разница в ценовой политике от цвета уже не играет роли. К тому же я хотел бы еще уточнить, что масляную краску мы не применяем, в связи с тем, что она пожароопасна и запрещена ее сейчас применять в местах общего пользования, везде используется водоэмульсионная краска. Не пачкается она? Не пачкается уже, проверяли. Если у жильцов нет индивидуальных пожеланий, то, исходя из практики, подъезд покрасят в тот же цвет, что был до этого. А вот смотрите, мы сейчас очень хорошо стоим, видно, что ступени такие вот пошарпанные, что-то вот, что-то с этим делают в плане ремонта, как-то их поддерживают? Поддерживают ступени. Это, скажем так, бич, наверное, всех управляющих компаний, не скажу по-другому, потому что данные лестничные марши делаются в заводских условиях. Что-либо к ним, скажем так, нанести при повреждении, вот как мы сейчас с вами выщебинки небольшие видим, да, практически невозможно. Там, где единственное мы попробовали в этом году, и у нас, кстати, получилось, на заметку всем. Есть, когда большие выщебины, чтобы нога не скользила, да, мы, соответственно, применили плиточный клей с цементом, ну, свое соотношение подобрали. Хорошо держится, хорошо прилипает, и, соответственно, восстанавливается данный лестничный марш. При проведении работ, да, мы вешаем либо временное освещение, чтобы люди могли пользоваться, да, соответственно, подъездом, и ноги себе, не дай бог, не переломали. В некоторых случаях мы оставляем старые светильники, пока на время проведения ремонтных работ, как только ремонтные работы заканчиваются, мы меняем электроосвещение на энергосберегающее. Либо это у нас применением лампочки светодиодной, либо это полностью светодиодные светильники. В дальнейшем светодиодные светильники, я так понимаю, заменяют управляющую компанию, да, если вдруг выходит из строя? А если это светодиодные лампочки, кто их заменяет? Тоже меняет управляющая компания, опять же, к нам в диспетчерскую службу поступает заявка, что не горит свет на каком-либо этаже, либо вообще отсутствует подъезде. Выходит дежурная бригада электриков, определяет причину. Если это полностью подъезд, значит, где-то обрыв, восстановительные работы производят. Если это замена лампочки, соответственно, производится замена лампочки. Ну вот я не профессионал, но могу оценить, что стены достаточно ровные. В этом подъезде они как-то шпаклевались, да, какие работы по стенам проводятся в текущем ремонте? В текущем ремонте, в принципе, по стенам ничем не отличается, что от программы «Мой подъезд». Они также производятся отбивка, если есть у нас пустота в стене, отбивка, очистка старой краски, грунтовка и дальнейшая шпаклевка. Если где надо, выравнивающий слой, там, родмот применяется, либо какая-то пескобетонная смесь. И дальше, соответственно, опять грунтуется и уже производится окраска. Мы сейчас на строителе 5, данный первый подъезд, который попал именно в программу «Мой подъезд», который планируется к сдаче, который уже на стадии готовности 90%, в котором также есть программа, в которой мы подкрепляем фотографии, виды работ, ну и, соответственно, проведение работы. Здесь жильцы участвовали в софинансировании? Участвуют здесь жители в софинансировании. Именно вопрос, я, как и говорил ранее, перешел на управляющую компанию. Отметим, что ремонт входной группы входит как в текущий ремонт, так и в ремонт по программе «Мой подъезд». А вот покраска дверей домофона – это инициатива управляющей компанией. Как видите, здесь есть разница. Установлена пластиковая дверь, закрытие теплового контура, доводчики будут поставлены чуть позже, после того, как ребята здесь закончат. Плюс ведется сейчас параллельно работа по наладке и уборке кабельных линий в кабель-каналы. Мы с вами выше уже посмотрим. Также у нас по программе, как мы с вами говорили, на первых этажах меняется плитка, напольное покрытие. Также мы с вами видим те же самые перила, про которые мы сейчас говорили выше. Это первый слой покраски, потому что опять же ложится краска водомысленная на масло проблематично, дальше будет вторым слоем покрашено. Также мы с вами видим решетки, которые были восстановлены, частично отсутствовали перемычки, не было, были выбиты, потеряны, были немножко покорежены, восстановлены, полностью отрихтованы, сварены. Сейчас готовятся уже к установке на свои места. Ну и соответственно окна уже установлены по программе «Мой подъезд», капитального ремонта, здесь фасада не было в этом доме. Современное законодательство диктует свои условия, по которым теперь жильцам необходимо проявлять все больше инициатив и активно принимать участие в решении вопросов по ремонту, использованию и сохранению общедомового имущества. В городской картинной галерее открылась выставка художника Владимира Андрушкевича. Любопытно, что в картинной галерее Красноармейска собрана самая большая коллекция работ мастера. Новая экспозиция в картинной галерее Красноармейска посвящена творчеству уникального художника Владимира Андрушкевича. Вернувшись с фронта с тяжелым ранением, он нашел себя в изобразительном искусстве. Поступил в московскую художественную студию, которую окончил с отличием. На выставке можно было увидеть его первые студенческие работы. Стоит сказать, что в нашей картинной галерее собрана самая большая коллекция картин знаменитого художника. В фонде хранится более 400 его работ. Писал он в разных жанрах. Ему одинаково хорошо удавались портреты и натюрморты, пейзажи и графика, но он в конце концов выбрал направление линогравюры. В советское время это было достаточно популярное изобразительное искусство. Посетители выставок, все восхищения от того мастерства, которым обладал этот художник, большой мастер, который, вот эта загадка, честно говоря, и я с ним как-то разговаривал, он не смог-то так толком объяснить, почему он от этого перешел к линогравюре. Линогравюры, ну, частично можно понять вот по той стенке, где представлены цветные работы и слева черно-белые. Так он был мастером черно-белой гравюры, которая лишена цвета, вообще лишена цвета. Здесь цвет, там нет. Почему он сам толком вести к нему? Ну, выбрал такой путь. Андрушкевич много работал. Он был участником всесоюзных и республиканских выставок. При этом уделял много внимания общественной жизни, помогал развивать талант молодым художникам. При его активном участии в Пушкинском районе была открыта и за студия. Он также стоял у истоков создания картины галереи в Красноармейске. Директор галереи Аркадий Зрожевский считает его своим наставником. Это человек, который всегда был, есть и будет оставаться примером какого-то самопожертвования, самоотреченности какой-то и любви к искусству. Если уж говорить про искусство, здесь понятно, что и в масляной живописи, и в акварельной, и в технике линогравюры, здесь представлено практически все многогранное его творчество. Он был очень добросовестным и очень талантливым художником, который искренне любил то, что он делает, и не мог сделать что-то халтурное и плохо. Я, сколько его с ним был знаком, никогда не халтурил. Бывает, как художник, поторопься, что-то так, ах, мы сделаем, потому что сейчас что-то я сделаю. Нет, он делал максимально, как он говорил, тот под орех должен сделать. Вот так под орех он делал все и жил. И, в общем-то, вся жизнь прошла в мучениях от головной боли, с которой он страдал после фронтового ранения, ну и в каких-то трудах и заботах, потому что домой он приходил, падал уже без сил. Он и ездил по разным городам, и занимался общественной работой, и занимался своей студией в районном доме культуры, и в мастерской уже, когда вечером, когда уже не оставалось ни на что сил, он продолжал работать. Вот целый день, ну, когда говорят, 8-часовой рабочий день, это не о нем совершенно, потому что у него был, конечно, безразмерный рабочий день. Он вставал в 5 утра, он же занимался йогой, помимо всего прочего, он же стоял на той же больной голове 80 лет. То есть он занимался йогой, вот это мало кто знает, но человек занимался вот этим, то есть он занимался, ну, в легкой степени медитации, он занимался своим здоровьем, то есть это вот, иначе он, конечно, не выжил бы. С таким ранением, с такими проблемами со здоровьем, конечно, не смог бы выжить. Ну вот так жил Андрушкевич, так вот он живет в этих картинах. Посчастливилось учиться у Владимира Андрушкевича и Ани Маркетановой. Этот период в своей жизни она считает очень значимым. Он для меня был очень хорошим примером, как художник и как преподаватель. У меня даже сохранились рисунки, и немало их, именно учебные рисунки, которые мы рисовали под его руководством. Вот, и всегда я, как бы, когда пишу свою биографию творческую, я всегда упоминаю его, потому что это был очень значимый период в моей жизни. Посмотреть на работы Владимира Андрушкевича пришли и постоянные посетители галереи, и воспитанники детской школы искусств. Юных художников многогранный талант мастера тоже не оставил равнодушными. Мои впечатления от выставки, она просто шикарная. Вот художник передает такие цвета, что просто смотришь на картину и всматриваешься. Какие там цвета, глаз не передает такие цвета. Они, картины, очень живые. Он рисует в разных стилях. Вот посмотришь на картину, не скажешь, что это его. Он рисует в абсолютно разных стилях. И этот стиль уникальный, я так считаю. И тебя это больше всего впечатлило, да? Да. А вас? Меня тоже. Да. Меня даже удивил рассказ о нем как о человеке. Вот ты, когда смотришь на картину, ты представляешь художника, как он выглядел? Да, да. Как он рисовал. Я думаю, о чем он думал в этот момент. Смогла бы повторить какую-нибудь из этих работ? Ну, конечно. Я думаю, нет. Увидеть картины талантливого художника Владимира Андрушкевича можно будет после того, как снимут ограничения, введенные за неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Берегите себя. Танцы – это лекарство от скуки и заряд положительных эмоций, которые полезны для здоровья. Пожилые люди собираются на вечер ретро-танцев, чтобы вновь почувствовать себя молодыми. Слегка приглушенный свет, цветомузыка и ритмы 70-80-х годов. Так в ДК имени Ленина проходят танцевальные ретро-вечера. Здесь собираются люди почтенного возраста, но на танцплощадке они вновь становятся молодыми. И не важно, что самому старшему кавалеру почти 90 лет. Он легко двигается в танцы вместе со своей спутницей. Сюда приходят семейные пары и одинокие люди. Здесь под музыку молодости иногда закручиваются романы и создаются новые союзы. Но большинство приходит, чтобы зарядиться энергией, отбросить груз забот и просто хорошо провести время. Это же для себя, как для здоровья, как гимнастика, как физкультура. И радости получить. Музыка какая интересная. Вам самой какой танец больше всего нравится? А все танцы нравятся. Я подо все танцую. И вальс люблю танцевать. Рок-н-ролл танцуете? Ох, да, я с удовольствием. Но пока, в общем, то, что дают, то, что музыка, которая есть, она для нас что-либо есть. Танцевальные ретро-вечера проходят в Доме культуры Ленина каждую среду. По словам организаторов, это довольно популярное мероприятие не только в Красноармейске. На танцы приезжают и люди из окрестных поселков. Уже четыре года мы танцуем. Да, но мы начинали сначала на улице танцевать, а уже потом, когда плохая погода, переходим сюда. Раньше у нас два раза было в месяц, вторая и третья, первая и третья среда. А сейчас мы танцуем каждую среду. И люди с удовольствием ходят. У нас не только танцы, мы еще как бы поздравляем, у кого день рождения, устраиваем чаепитие. А потом еще тематические вечера. Вот у нас недавно был тематический вечер, посвященный ансамблю самоцвета. То есть вся танцевальная музыка была поставлена на самоцветах. И люди с удовольствием танцевали под эти песни самоцвета. Танцевальные вечера в ретро-стиле объединяет почти 40 участников. По словам Натальи Метелкиной, практически каждый из них имеет сертификаты прививки от COVID-19. После того, как санитарные ограничения будут сняты, Дом культуры имени Ленина вновь радушно встретит гостей, готовых кружиться на танцполе под ритм своей молодости. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. И напоминаю, что официальные группы телеканала есть во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас, смотрите в эфире, заходите на сайт tv.krasna.ru, скачивайте мобильное приложение Краснолайв, и вы всегда будете в курсе городской жизни.